Домра 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 Комаринское Домра 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 лежат шаговые движения. Нога ставится то на носок, то на пятку. Руки ставятся в боки, а потом разводятся в стороны. Хлотки в ладоши, хлотки по животу, по пятке. Вот какие движения также использовались в этой пляске. Вот такой крестьянский народный земельный танец Михаил Иванович Глинка использует в своей увертюре и дал ей точно такое же название Камаринское. Камаринское. В этом произведении Михаил Иванович Глинка подражает пению русского человека. Еще один композитор XIX века, Петр Ильич Чайковский, также обратился к этой пляске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Давайте сравним две мелодии танца Камаринская – Глинки и Чайковского. Что в них общего, а что их отличает? Жанр Камаринской у Глинки – увертюра, написанная для симфонического оркестра. Это развернутое произведение. У Петра Ильича Чайковского пьеса, написанная для фортепиано, которая является миниатюрой. Есть и другие различия в произведениях, но оба они отражают дух русского человека. С детства нам хорошо известно слово «хоровод». Хоровод – это песня, танец, игра, в которой участники двигаются по кругу, держась за руки. Разнообразие в костюмах, движениях, переходах – вот что отличает его от других танцев. Участники хоровода стараются инсценировать песню. Сейчас для вас я сыграю руссконародную песню «В опале береза стояла». Субтитры создавал DimaTorzok «В опале береза стояла» «В опале береза стояла» Петр Ильич Чайковский писал «Если ты в самом себе не находишь мотивов для радости, смотри на других людей, ступай в народ, смотри, как он умеет веселиться, отдаваясь безраздельно радостным чувствам». Вот и завершился наш очередной урок. Сегодня мы познакомились с танцами, такие как «Барыня», «Камаринская» и «Русский народный хоровод». Также мы с вами познакомились с композиторами Петром Ильичом Чайковским и Михаилом Ивановичем Глинкой. Но теперь я предлагаю вам вернуться к вопросу, который я задала вам вначале. Почему русские композиторы обращались к творчеству русской народной песни, хотя сами они имели дворянское происхождение и не были крестьянами? А ответ прост. Русские композиторы очень любили простых людей. Они бережно относились к чувствам, мыслям. А самое главное, они очень любили Россию.